привет ребят с вами роман 2b как хорошо гулять по парку своими ножками но свое время у меня был опыт кататься на моноколеса и с этими моноколесами было очень классно и первое было мое колесо это kingsung 16 с потом было колесо найбот с 14 диаметром конечно не зашел и я его продал благо есть авито потом со временем ходил 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 но не могу не могу ребят просто велосипеды это дели велосипеды самокаты все это не то моноколесо рулит на самом деле на самом деле потому что это реально хороший вид транспорта и так как смотрел я на многие моноколеса сейчас цены конечно очень дорогие и благо приобрел бушные моноколесо сейчас вы его увидите ну вот ребят какое колесо вам хотел показать это kingsung ks 14 м в 2 2 поколения и Продолжение следует... Колесо у нас симметричное, симметрия у нас с левой и с правой стороны. Колесо, силуэт похож на колобок, на кругляжок, не какие-то там яйцеобразные, чемоданоподобные силуэты. Здесь, в принципе, все сдержано. В принципе, вот эта линейка Kingsong 19-х годов, что у нас габарит колеса 14-й, 16-й, 18-й, были очень интересные модели. Самообщее, если говорить о колесе, это продолжение Kingsong 14-м. Здесь есть некоторые различия. В чем? Сейчас расскажу. Здесь самое главное различие – это усиленная ручка переноски. из хорошего материала, металла, хорошо держится, очень удобно при транспортировке в людных местах, таких как в магазинах, в общественном транспорте. Ну, вообще, очень удобно, ребят. В принципе, высота, конечно, маленькая, но для моего роста – метр шестьдесят семь, там, шестьдесят пять. Блин, хватает, я не нагибаюсь. Вот, очень удобно таскать. Вот, допустим, вот так. Спокойный дурк, лево-вправо, и все нормально. Также здесь есть у нас датчик подъема колеса. Поднимаем, колесо включено, но здесь оно, мотор не крутит. Очень удобно. И оно работает, датчик подъема, сложенной ручкой и с выдвижной ручкой, выдвинутой. Вот, сейчас продемонстрирую. В принципе, это очень удобная ситуация. Ну, сами поймете, когда будете пользоваться. В метро изумительно, очень удобно. До этого колеса у меня был опыт с Ninebot S2, которого там большая батарейка. В принципе, колесо неплохое. Неплохое. Ну, есть некоторые нюансы. Самый главный нюанс – нету телескопической ручки, как здесь. Там есть обычная ручка, тоже там есть датчик подъема. Но очень удобно переносить в магазинах. Да, можно изъебнуться, положить колесо на тележку, как в моем случае я так положил Кигсон. Тоже очень удобно. Но если нет тележки, можно выдвинуть ручку и спокойно ходить где угодно и когда угодно, в любых обстоятельствах, под любое настроение. В общем, здесь у нас батарейка увеличенная. Они, второе поколение Кингсон, выпускают батареи с батарейкой 174 вольт. Но здесь вторая батарейка. С одной стороны обычная, с другой стороны более усиленная, которая стоит на Кингсон 14D. В общем, где-то у нас получается 350-360 ватт-часов. Это позволяет проехать около 30 километров при моем росте. И веса около 80... Какой 80? 70 килограмм. 70-69 где-то так. Можно проехать 30 километров. Но все зависит, с какой скоростью. Здесь ехать 20 вполне хватит. Ну, также здесь изменена прошивка на Кингсон 14D. Он все здесь, в принципе, идентично, как Кингсон 14. Несмотря, что это Кингсон КС-14М, здесь, как Кингсон 14D, более быстрое колесо. Так как процессор здесь в мозге такие, как 14D, прошивка хорошо ложится, и можно просто, как сказать, прочиповать это колесо. Здесь у нас скорость 30, а пробег у нас 30. И чем больше скорость, тем меньше пробег. Если ехать 20-25, вполне хватит 28 километров. По ровной поверхности. Если едете вверх, при высокой поверхности, так как здесь угол подъема нормально 15 градусов, но он нормально подымает и больше. Смотрите, ребят, 10 градусов подъема процентов, да? Так, все, ставим ногу на педальку. Вторую сюда и спокойно едем. Чувствуем дорогу, ощущаем природу. И подымаемся. Резкий подъем. Такая у нас природа. Да, асфальт неровный чуть-чуть, но он такой наплывчивый, наплывчатый. Спокойно подымаемся. Колесо работает. Едем, едем, едем. И проезжаем. Колесо хорошо тянет. Тянет отлично, но с маленькой скоростью. Так как здесь мощность у нас 800 ватт, и оно нормально тянет. Также такой же мощный колесо и в 14D. В принципе, нормальная мощь, которая вывозит человека при весе 70 килограмм. И многие еще в обзорах я смотрел, люди с весом 90 никакого дискомфорта не видят. Продавливается колесо? В моем случае нет. Здесь есть настройка педалей. Можно педаль увеличить жесткость, уменьшить жесткость. Ну, ребят, мой совет, всегда ездите с самыми жесткими педалями настройки. Это самая верхняя. Это очень четкое чувство моноколеса. И можно быстро разогнаться, быстро притормозить. Средняя и низко-средняя настройка педаль по чувствительности – это фигня какая-то. Не знаю, для кого это нужно. Колесо становится валкое, вялкое, ну, неудобное и неприятное. Так что пользуйтесь самой верхней настройкой, самой мощной, самой чувствительной. И прибудет счастье. Как внешне у нас выглядит колесо? Слева и справа у нас LED-огни. Светит ночь у нас хорошо. Так у нас, когда светит у нас свет спереди, сзади у нас горят габариты. Так же, что фонари. И можно его использовать и левой стороной, и правой стороной. Без разницы, можно ехать и так, и так. Здесь у нас симметрия. Фишка в этом симметрия, потому что можно использовать так, так. И в этом и есть красота. С левой стороны относительно меня разъем для зарядки. Трехпиновый. Ну, три штекера такие торчат. Заряжается быстро, удобно, интуитивно прессовывается и заряжается. С правой стороны относительно меня под заглушкой порта USB. Можно зарядить телефон. В принципе, очень удобно и практично. Посмотреть подушки. С левой и с правой стороны у нас верхние подушки. С этими подушками удобно ездить. Но еще удобнее ездить на дополнительных подушках, которые можно заказать на Алиэкспресс. С ними ехать очень приятно. Ну, прям кайфово, ребят. Снизу у нас подушечки тоже для голени. Ну, для этих частей. Очень смягчает ощущение колеса. Ну, здесь уже, извините меня, раздрочено. Придется менять. Но пока ездится хорошо и удобно. Педали у нас стандартные. С такой наждачным покрытием. Очень чувствительные, приятные. Проблем не вижу. Ну, в дождливую погоду езжайте поосторожнее. А зимнюю здесь можно апгрейдить. Установить болты, саморезы. Болты, да. Чтобы была чувствительность более-более схваткая. Ну, при плохой погоде. Складывается у нас нормально. Педали у нас жесткие. Хорошо склопываются. Хорошо у нас отгибаются. Прям чувствуется монолит. Само колесо, оно очень такое, знаете, монолитное. Такое прям упругое, такое жесткое. И от всех вот этих, знаете, новодельных колес, и какие-то там другие колеса, даже наиботы взять, они какие-то хрупкие, кажется. Здесь пластмасс такой у нас интересный, прочный. И в общем колесо у нас такое прочное. Сверху, если посмотреть, у нас есть кнопка питания и датчик света. Если его закрыть, загорится у нас фонари. Также, если заходите в темное время, даже в светлое время в темное помещение, они автоматом включаются фонари. Можно спокойно видеть, что у вас находится впереди, сзади, слева, справа. Так как здесь, слева, справа, вас хорошо видят, потому что здесь у нас LED-лампочки. Все, стоковая модель Kingston KS14M выпускается, конечно, без света и без динамиков. Все это можно установить. Потому что здесь есть, как сказать, раздолье для апгрейда. Такие, как самый главный апгрейд, это батарейка. Установить батарейку вторую на другую сторону. Установить лампочки LED-огни, колоночки. И, в принципе, и залить прошивочку. Прошивка заливается у нас в самом известном магазине. Это EcoDrift. Ребята работают быстро, надежно. Всегда хорошо находят подход и быстро все это устанавливают. Ребят, так как у нас колесо 14-го диаметра, да, оно, конечно, не вездеход. Нигде угодно проедет. Но для года, для подскока, очень идеально подходит. Винс у колеса 12 килограмм. Но здесь побольше, потому что здесь установлена вторая батарея. По поводу мощности. Мощность здесь 800 вольт. Но не забывайте, продавить колесо можно. Что будет, если продавить колесо? Контроллер, конечно, не справится. Что происходит с контролем, когда он не справляется? Представьте, оно едет вот так прямо. При отключении колесо просто выключается. Представляете, что будет с человеком, если он будет стоять на моноколесе. Так что всегда соблюдайте скорость, ну и голову, и тормоза. Тормоза должны быть в голове. В общем, сейчас продемонстрирую, как работает датчик подъема. При движении, если резко поднимаете, колесо крутится. И происходит такая неприятная ситуация. Но это я приподнял резко. Если идете, идете такие спокойно. Остановились на секунду и подняли. Все, колесо не двигается. И потом ставите обратно. Колесо резко опять включается. И можете дальше продолжать передвижение. Это очень классно, ребят, что здесь есть датчик подъема и усиленная ручка. Ребят, я опять же еще повторюсь. Я тогда использовал колесо, которое не было вот этих фишек. Ручки подъема телескопической. Это было, конечно, неудобно. Потому что даже если колесо весит 10 килограмм, а здесь и того больше, столько модификаций, а датарей. Ну, очень удобно. И ходить по магазинам, куда-нибудь там зайти. Какие-то отделения, государственные учреждения, больницы и так далее. Потому что его можно использовать в подскоке где угодно. Ребят, это просто кайфово. В такую погоду, в такую летнюю погоду, как в этом году. Ну, просто класс. Его можно закинуть в багажник, машину. Где-нибудь там ездить, в какой-то момент достать. И спокойно с подскока где-то перейти. В центре вообще милое дело. По городу, везде, особенно в Москве и в Питере. Хорошие дорожки. Везде можно ехать. Везде хороший асфальт. И опять же, на нем можно ехать не только по асфальту. Конечно, можно еще ездить по пересеченной местности. Но не, конечно, не вездеходно. Здесь 14 диаметр колеса. 14, это, конечно, не вездеходно. Но можно. Можно ездить, но с головой. В общем, ребят, покатались мы немножко. Показал ощущения. В общем, колесо интересное. Мало видео на него, ребят. Очень мало. И при большом сожалению, когда я выбирал, просто интуитивно нашел, что есть 14 диаметр колеса. И решил попробовать. Купил я его, конечно, бушный, не новый. Но новый можно тоже купить. Kingson 14M V2. Можно купить там в магазине EcoDrift, в других магазинах. И его апгрейдить. Здесь есть раздолье для апгрейда. Потому что здесь самое главное, это установить батарейку вторую, чтобы увеличить запас хода LED-огни. Это уже по интересу, чтобы по бокам вас видели в ночное время. Музыку установить, ну, для меломанов. Ну, и, в принципе, все. Да, давление колеса. Важно. Ребят, давление держите, чтобы вам было и мягко, и не мягко. А что-то среднее. Ну, в моем случае, это где-то 2, 2,3-2,5 давление. Это нормально. Чтобы колесо там не проколоть. Да, здесь есть. Здесь не чистое колесо внутри. Там же есть и баллон. Проколоть у реально, конечно, все же недолговечно. Также сбоку там есть этот переходничок. Можно спокойно закачать колесо там на любом месте. И, в принципе, катать свое удовольствие. Ребят, моноколесо это классно. И оно дает просто, как сказать, дает ощущение полета. Не забывать. Это не просто велосипед. Самокат. Это другая жизнь. Это другой стиль езды, жизни, философии. Так что, ребят, пробуйте. Если вы смотрите, значит, вы заинтересованы о моноколес. Пробуйте, катайтесь и наслаждайтесь. Спасибо, что смотрели. С вами был Роман Бабе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok